В этот день, 15 декабря 1237 года, как считается, началась осада города Рязани войсками хана Батыя. 15 декабря 1749 года, по указу императрицы Елизаветы Петровны, был основан город Ростов-на-Дону. 15 декабря 1917 года в Севастополе восставшими матросами был расстрелян высший командный состав Черноморского флота. В этот день, 1961 года, свой смертный приговор услышал Адольф Эйхман, один из самых одиозных нацистских преступников. 15 декабря 1970 года советская космическая станция Венера-7 впервые достигла поверхности планеты Венера. 15 декабря 2000 года последний третий энергоплок Чернобыльской АЭС остановлен. Электростанция полностью прекратила работу. 15 декабря 1907 года родился архитектор Николай Никитин, один из авторов проекта Останкинской телебашни. Имя Николая Никитина малоизвестно простому обывателю. Однако произведения архитектуры, созданные им, до сих пор украшают улицы российских городов, привлекая общее внимание. Архитектурное отделение Томского института Никитин окончил с отличием. Но еще на студенческой скамье он возглавил студенческое конструкторское бюро, которое занималось методикой расчета типовых конструкций из железобетона. «Меня всю жизнь интересовал по-настоящему только железобетон, его поведение в разных условиях строительства. А во всех этих высотных зданиях железобетон использовался, так что меня приглашали принять участие в проектах как специалиста по этому материалу», утверждал градостроитель. Сразу после института молодой выпускник сошелся с основоположником и теоретиком космонавтики ученым Юрием Кондратюком, который оказал огромное влияние на Николая, став не только учителем, но и близким другом. Вместе они работали над созданием нескольких проектов, в том числе крымской ветряной электростанции на горе Айпетри. Их инженерному тандему положила конец Вторая мировая война, Кондратюк погиб на фронте. Никитин же продолжал работу. Масштабным его послевоенным проектом стало здание МГУ, где талантливый ученый заложил сердце университета в фундамент. Зодчи поставил здание на жесткий коробчатый фундамент, а также придумал колонны крестового сечения, на которые равномерно распределил нагрузку с верхних этажей. При этом за свою идею он боролся практически в одиночку. Коллеги по цеху сочли предложение, мягко говоря, нереальным. Но, как показало время, Никитин был прав, а здание стояло и простоит еще не один век. Наработки и опыт слегка пригодились инженеру и в следующем проекте. При возведении самого высокого на тот момент 540-метрового здания Останкинской телебашни. Причем в интервью Никитин не скрывал то, что идею подчеркнул у зарубежных коллег. Я был в командировке в германском городе Штутгарте и видел тамошнюю телевизионную вышку. Построена она была из железобетона, чем, собственно, и привлекла мое внимание. В ней все было понятно, как работает каждый элемент, как распределены нагрузки и прочее. Так что, когда шло обсуждение, предлагались самые фантастические варианты, вплоть до того, что вышку замышляли построить наклонной из стали, я высказался за железобетонный вертикальный вариант. За Останкин инженер получил Ленинскую премию и всемирную известность. А народную любовь за монумент «Родина мать зовет». Без Никитина такую грандиозную идею реализовать почти наверняка не удалось бы. Он произвел расчеты по определению центра тяжести скульптуры. Внутри расположил металлический каркас и бетон, стянутый 117 стальными канатами, проходящими по всей длине статуи. На каждом канаде установил датчик для слежения за колебаниями. И если внутри статуи каждый сантиметр был подчинен строгому техническому расчету, то снаружи монумент казался парящим в воздухе. Впрочем, все, чего не касалось рука и острый ум Никитина, находило решение. Друзья и соратники восхищались его работоспособностью, называя архитектора «человеком достойных качеств». А сам скромный зодчий старался о себе молчать, доказывая умение не словом, а делом, что подтверждается воспоминаниями. Каждый день он вставал в 6 часов утра, чтобы до работы успеть над чем-то подумать для души. Это для души могло носить очень серьезный характер, хотя не относилось к его основному делу, его официальной должности. Как ни странно, чаще всего это был все тот же железобетон. Редактор субтитров А.Семкин